Если этот ролик соберет 1000 лайков в первые сутки, то я выложу еще и видео по флэшу, причем сделаю это довольно быстро. А сегодня у нас лизер. Всем привет, меня зовут Стас и трек, который никак не связан с группой Кино, но если серьезно, то это действительно неплохое перепрочтение этой песни, и минус, и манера исполнения, и текст, и вообще все неплохо так этому способствует. Я не считаю, что это плохая песня, я не считаю, что это байт, но на минус, использованный в этой песне, записывались уже много раз до этого, как выяснил интернет, поэтому мы будем использовать сегодня другой сэмпл, и постараемся передать именно оригинальное настроение. И как обычно напоминаю, CloudRap 1.2, мой видеокурс, подробнее в конце, чтобы сказать, напиши мне, ссылка в описании. Итак, сразу же у меня к вам вопрос, что вы знаете о безумии? А я знаю многое, потому что сегодня мы с вами сэмплируем аниме. И не просто аниме, а каверное аниме, и не просто каверное аниме, а два разных кавера на одну и ту же песню, и это будет забавно. Но перед этим про ударные. С ударными ничего сложного, вот полный набор, который вы тут видите. Тут у нас пара киков, много хэтов, много снэров и один бас. Бас, возможно, мы использовать не будем, потому что в оригинальной песне баса нет, но я думаю, что скорее всего пропишем. Кик я его подкоротил, то есть я использовал два вот этих кика, один такой басовый, один больше мид-басовый. Их сочетание дает именно тот звук, который я хотел добиться, ну хэты, ну и снэры. Ничего интересного, но басы стандартные для меня. 154 bpm, ударные. Паттерн кика готов. Но можно его вот так вот удлинить и добавить еще вот, например, вот так. Теперь паттерн снэров. К паттерн снэров всегда нужно подходить максимально осторожно, потому что вдруг вы не туда поставите снэр. Все. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V, V. Итого мы получаем. Далее хэты. Начнем вот с этого хэта. Стандартную партию хэтов. И где-нибудь пару пробежек воткнем, чтобы было поинтереснее. Например, на третях, а ниже триоли. Мне почему-то так всегда хочется сказать, что типа триоли и трикати. Я понимаю, что это типа, ну, что это нормальный... Вот так будет, что это нормальный термин, но... Мы же все тут с вами школьники-битмейкеры. Даже если не школьники. И в конце сделаем. Этот хэд будет у нас очень тихо играть, но он все равно нам нужен. Теперь хэд другой. Он будет помогать кику. Кстати говоря, я это сразу же сделал. Shift на всех хэдах по-разному. То есть вот у этих хэдов shift особенно сильный. Я их расставляю так исключительно по вкусу. То есть вот мне кажется, что хорошо будет звучать здесь. Потому что... Вот тут мы перетаскиваем. Потому что у нас будет следующая штука. У нас будет вот этот хэд, который вот именно конкретно нужен для кика. То есть, смотрите, у нас один хэд без хэда. Мне нравится. Все. Почти полный добор хэдов, кроме... Вот сюда. Да. Идеально. И в это же место его во вторую часть. И теперь open хэд второй. А здесь он будет вот таким. Вот. Мне вот так нравится. Чтобы паттерн был немножко разнообразным. То есть первая и вторая часть чуть-чуть отличались. Все ударные готовы. Давайте сразу раскидаем их по микшеру. Прекрасно. У нас есть целый паттерн. И давайте перейдем сюда. Это нам нужно будет для нашего сэмпла. К оригинальному сэмплу. Это не подмешанные ударные. Скорее всего, они там были изначально. Но у нас сэмпл другой. И поэтому мы подмешаем к нему живые ударные. Первый сэмпл. Вот он. Легко запоминающееся название. Я думаю, вы легко сможете найти эту песню. Прекрасно. Скидываем сюда. Берем сразу... Подгоняем по темп. Каким образом? Очень простым. Жмем вот сюда вот. Вот так вот. Это пока не будем использовать. Нет, вот так. Норм. Зажимаем Alt. Со включенным стретчем. И так. Тук-тук-тук-тук-тук. Оп. Вот так. Включим метроном. Прекрасно. То есть, смотрим, чтобы метроном попадал и в начале, и в конце. Все. Нажмем Shift. Вот так делаем надрез. Лезвием. Убираем. И сразу делаем такую классную штуку. Делаем еще один надрез вот здесь вот. И вот здесь вот. Потому что тут у нас идет... Нам кинита не нужен. Нам нужен вот это. Итого мы получаем классный сэмпл. Если вы согласны с тем, что это классный сэмпл, ставьте лайк. Без ваших лайков мои видеоуроки станут менее веселыми. Они и так не веселые. Ладно. Не важно. Вы скажете, что это нифига не похоже на флэша. Даже на лизера не похоже. И для этого нам нужно сделать авто. И питч опустить где-нибудь на центов 500. Итого мы получаем... Это уже ближе. Далее мы справимся обработками, эффектиками. Теперь нам нужен второй сэмпл. Для этого мы идем во второй Edison. И этот сэмпл уже с гитаркой. Потому что без гитарки этот трек не этот трек. Ну что-то же типа... Хотя и лизер никогда не слышал о группе кино. Все равно гитарка должна быть. Потому что... Какая пачка сигарет без гитарки? Типа... Прекрасно. Нам нужно будет только вот этот фрагмент. Идеально. Жмем лезвие. Вот так хлоп. Оп-оп. Готово. Теперь делаем с ним то же самое. Делаем Auto и Pitch минус 500. И слышим как идеально сочетаются два сэмпла. Это одна и та же песня. Просто сыгранная разными людьми. Почти. Вот у нас есть такой вот сэмпл. Теперь нам нужно подогнать под него ударный. Там самое главное это живой прикольный киснейр. Но без хэтов сказки не случится. У нас есть три хэта. Два закрытых и один открытый. И снэр, который уже стоит на своих местах. Прекрасно. Отлично. У нас получился прекрасный паттерн, который нельзя отличить от живого никаким образом. И что нам нужно сделать? Берем S2. На него вешаем в первую очередь параметрик с одним интересным пресетом, а именно Radio. Немножко освобождаем верх и низ. То есть, грубо говоря, это такой вот своего рода Band Pass. Далее мы берем, уж простите, FabFilter ProQ, потому что здесь в этом сэмпле просто гора неправильного низа. И отпиливаем просто низ ненужный. На самом деле отпиливаем очень много низа, потому что за нижнюю часть у нас отвечает вот этот сэмпл, который мы сейчас тоже затюним. С помощью того же самого ProQ. Немножко. Нужно сделать вот такой набор. Вот так и дилейчик небольшой. Только сейчас их нужно в правильном образе расположить. Дилей, потом ревер, потом параметрик. На дилей настраиваем пинг-понг. Одна четверть нам подходит, она здесь по стандарту. Левел ставим. Ну давайте на 10%. То есть, тан-тан-тан. Вот три повторения. Два повторения, точнее. В это ставим где-нибудь 10%. Получился своеобразный звук, честно говоря. Сюда тоже нужно повесить параметрик с пресетом радио. Только его еще сильнее ослабить. Точно тот же самый пресет. Здесь мы его никак не настраиваем. Просто кидаем еще сюда дофига ревера. Пресет мой Low Reverb. Вы можете посмотреть эти настройки. Я использую их очень часто. Только чуть-чуть варьирую всегда. Берем лимитер. Компрессор. Так, берем A1 стерео. И сейчас повесим его на первое место, чтобы немного сместить панораму. Она слишком справа. Идеально. Все. Выключайте видео, все готовы. Нет, конечно нет. Теперь нужно создать групповые каналы. Создать групповые каналы киков, хетов, снеров. Отдельно. Назовем их сразу. Типа, зачем писать кик, хет, снеры, если просто можно использовать первые буквы. И сделаем групповый канал. Вот. Идеально. Я сейчас буду делать такую простую обработку. По сути, я на все хеты повешу ревер. Но на некоторые хеты повешу еще стереоенханцер. Потом я это поясню. Что почему. Но пока сделают на ускорении. Потому что это будет очень долго и неинтересно. Сразу хочу сказать, что я выбираю почти всегда вот этот пресет. Свой low reverb. Потому что это такой, ну это easy reverb. То есть как он настроен. Легкое пояснение. Много low cut, много high cut. То есть тут у меня выбрано, что где-нибудь до 2,5 кГц. То есть все, что выше 2,5 кГц срезается. Здесь все, что ниже 375 Гц плюс-минус срезается. При delay на минимум. Потому что его можно настроить по вкусу. Dry на 100%. Wet примерно 10%. Для снейров я его чуть уменьшаю. Для хетов иногда чуть увеличил. Теперь обработка снейров. Тут все закончится на том, что я повешу на clap stereo enhancer. Чтобы получить такой вот звучок. И на все вместе повешу капельку, маленькую капельку реверба. То есть тот же самый пресет. Только wet я уменьшаю до 5%. И то дофига. Можно чуть-чуть при delay дать. Слушаем весь драм. Можно чуть-чуть расширить весь сигнал снейров. Вот так. Вот. Мне нравится. Слушаем все вместе. На drums теперь повесим... Wave Shaper! Много низа получается. Много низа. Давайте немножко низа отпилим. И можем все это немножко расширить. Так, теперь настроим громкость тика. И от нее будем играть уже со всей общей громкостью. То есть нам нужно, чтобы все на мастере уперлось в софт клипе, чтобы получить легкий перегруз. Ну это конечно такой не самый лучший вариант, но... Вот так как-то. Так, этот хэт очень громкий. Ну давайте, чтобы все было чуть поинтереснее, просто рандомайзом пройдемся. Alt-R. Бахнем по панораме. Перейдем в следующие хэты. Alt-R. Тут мало звуков, поэтому посильнее бахнет по панораме. Так, тут трогать не будем. Open хэт. Будем трогать только хэту. Вот так как-нибудь. Просто, чтобы звук стал чуть поинтереснее. На снэрах можно даже чуть больше дать сервера. Теперь можно дать басца. Давайте с ним поработаем. Бас у нас будет на нотах. Изначально эти ноты вот такие. Так. Вот такие. Но нам нужно их напоить на 5 полутонов вниз опустить, потому что у нас минус 500 центов. Раз, два, три, четыре, пять. И в конце сделаем слайдик. Вот такой, наверное. То есть быстрый подъем наверх и медленный спуск вниз. Это уберем. Вот так сделаем. Тут нам, в общем-то, от этого баса ничего особо не нужно. Просто подожмем его. А если... Так, включим cut itself, но отключим ангелоп. Так, лучше. Осталось только наварить громкости на зоне. Используем только максимайзер. Так, там был чуть чище кик, поэтому мы все-таки немножко убавим драмки. Вот, в общем-то, и весь бит. Но можно сделать вступление. Можно сделать какое-то развитие. Например, мы можем использовать дополнительно PetBus, чтобы это было несколько все-таки другое прочтение этого самого минуса. Для PetBus я буду использовать Serum со своим пресетом, который я сделал. Вот он. Если вам нужно, то пресет я приложу к проекту, который, кстати, будет доступен, как обычно, после 2000 лайков. И сделаем простейший паттерн PetBus. И делаем, к примеру, вот так вот. Но в этом месте у нас вступит что? Сюда мы повесим Gross Beat. Пресетом Momentary. И автоматизацию сделаем. Правой кнопкой мышки Create Automation Clip. Здесь он будет включен. А на ударный повесим ваш всеми любимый плагин. OneNobFilter. Мной любимый плагин, не знаю какой. Жмем вот сюда. Пах-пах. И Create Automation Clip. И сделаем такую штуку. Здесь он будет, ну вот, типа, вот так вот развиваться. А здесь вот так вот. И еще обязательно нужно сделать автоматизацию на его включение. Create Automation Clip. Здесь 0%, здесь 100%. Так, что-то я не то включил. Так, давайте послушаем, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я надеюсь, что я попал в настроение, которое было создано битмейкером и лизером совместно. Если понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось и было неинтересно и бесполезно, ставьте дизлайк. Также пишите в комментариях свое мнение. Можете написать, что не похоже. Можете написать, что похоже. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, что попал я в атмосферу, в настроение трека лизера или не попал. И как обычно напоминаю, CloudRap 1.2, видеокурс из трех частей. Все три части от Ада я по Cloud, по Trill и по трэпу. Включая написание, сведение, мастеринг, всю фигню. Также приложены все материалы из курса, ссылки на плагины, курс для начинающих, на случай, если вы вчера открыли FL Studio. Так что даже в этом случае мой видеокурс вам поможет. Чтобы заказать видеокурс, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Курс стоит 3290 рублей. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И на этом у меня все. С вами был Стас. Обязательно посмотрите другие видео на моем канале. Не менее, а то и более интересные видео. Как я уже сказал, поставьте лайк, напишите комментарий. Поделитесь этим роликом со своими друзьями в своих соцсетях. Это мне очень сильно поможет. И на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.